Воскресенье Потому что мы еще те сектанты в плане того, что идет конференция, которую я один раз приехал проповедовать Но как же попустить воскресное собрание? Страшный грех вообще не я Без осуждения Просто так, там втыкаем большая и все Без осуждения Ладно, Иисус Господь Хорошо Да, хорошее время Кто-то что-то улучшает Практикует Вчера вечером кто-то сказал попрактиковаться от других людей Я не знаю, я решил практиковаться, но за счет чего-то у меня сестра помолилось У меня вот это состояние, где я не буду Думала, может, я? Не, ну Вдруг отпустит, да? Вдруг Хорошо Мы откроем Луки, шестую главу, тридцать девятый Нет, сороковый Луки, шесть, сорок Луки, шесть сорок Написано Суд говорит Ученик не бывает выше своего учителя Но и усовершенствовавшись Будет всякий, как учитель его Вчера с вами говорили о практике И мы с вами говорили вчера о действиях Иисуса И нашей связи Или нашем примере в Иисусе Христе Который мы должны иметь Когда вы читаете Евангелие Вы должны понять Что в Евангелии Петр не является вашим примером Павел не является вашей Как это сейчас говорят Ролевой моделью Матфей, Филипп, я не знаю Иоанн Они не являются И я уже не говорю там Людей там типа Женщина двенадцатая Страдавшая от кровотечения Прокаженный Приходивший к Иисусу Там не знаю Никодим Про это вообще даже Речь не идет Единственной ролевой моделью Для каждого из нас Является исключительно Иисус Христос Это тот На которого мы должны смотреть Мы являемся учениками Иисуса Христа Безусловно Но только Иисус Христос Является абсолютным примером Для каждого из нас И наша задача Усовершенствоваться Для того Чтобы Как здесь написано Всякий Кто-то бы всякий Каждый из нас Аминь Любой Всякий То есть нет никакого исключения То есть не так, что Всякий Но я еще пока Под эту категорию не попадаю Ты не можешь не попадать Под категорию Всем Ты же не собачка Ни курочка Ни обезьяночка Ты же верующий в Иисус Христос А значит ты попадаешь Под эту категорию А если ты попадаешь В эту категорию Значит ты можешь Усовершенствоваться И стать Таким человеком Который бы проявлялся Ровно точно так же Как проявляется Иисус Христос Это же так же Как он проявился Когда ходил по этой земне Я понимаю, что это очень сложно перевариваемая информация, даже если вы с ней соглашаетесь. Эта информация хорошо усваивается только при условии того, что вы начинаете практиковать эти вещи драгоценные. Потому что без практики все это просто останется очередной информацией. Я хочу сразу же, сейчас пока вы варились, я бы просто напомнил мне, я хочу поделиться одними вещами. Давайте откроем Матфея 13 главу, мы с вами прочитаем важный момент, очень важный практический момент, который никто не хочет делать. Ни с кем постоянно приходится работать с этим моментом. Все хотят просто бум-бум-бум-бум ищем работать. Это было бы здорово, если бы оно так было, но мы имеем десятилетия жизни христиан и видим, что это не так. Когда мы прикасаемся к Писанию, то мы видим, что Ада, там в принципе так и не написано. Матфея 13 глава с 1 стиха. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И получал их много притчами, говоря, вот вышел сеять и сеять. И когда он сел, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поплевали тон. Иное упало на места камень и стрель, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод одно в сто крат, другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышит, да слышит. И приступив, ученики сказали, вот для чего притчами говоришь им. Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знатарь, тайны царства, прошу прощения, небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет, и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому что говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слышат, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит слухом, услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. И огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о Сеятеле. И вот здесь я хочу очень-очень-очень подробно разобрать этот момент. Чего только не вытворялись притчи о Сеятеле. Она настолько понятная, настолько прозрачная, настолько элементарно понимаемая. Но, честно говоря, вот за годы христианства я уже что-то не слышал, что уже вытворяется этой притчей. Давайте будем медленно читать и разбираться. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот как означает посеянное при дороге. Итак, еще раз. Ко всякому. Кто такой всякий? Любой. Нет исключений. Любой. К любому, кто слушает слово о царстве. То есть, когда вы слушаете библейское, правильное слово, слово царства, божье слово, слово веры, и при этом не разумеете, то бишь не понимаете, о чем идет речь, к вопросу вот этих вот проповедников, знаете, наверняка слышали этих проповедников, которые только выходят за кафедрой. Сегодня будет послание не для всех. Сегодня только для особенных. И не каждый меня поймет и так далее. Ну, по-хорошему, если следовать этой притче, в этот момент ты должен просто встать и уйти, потому что, ну, типа, если я все равно ничего не пойму, значит, я буду тратить свое время. То есть, я лучше пойду помолюсь куда-нибудь, продуктивнее время потрачу. Потому что, если ты не понимаешь, о чем ты слушаешь, Писание говорит, приходит дьявол и похищает посеянное слово. В другом Евангелии написано, сразу же похищает. Обращайте внимание на, знаете, на такие моменты, когда приходишь на воскресное собрание, или на какую-то конференцию, ты слышишь какое-то слово, и тебе вроде как-то, да, это слово Божие, все классно. Ну, ты не понимаешь, ты не вникаешь, ты не задаешь вопросы, не уточняешь. Ты еще не успел выйти из зала, ты уже не помнишь, о чем было слово. Ты как бы такой, а что было на служение? А Иисусе. Да, ну, да, о Иисусе было, о вере. А, ну, конкретнее, ну, что-то такое классно, меня так коснулось, даже слеза потекла. Так, а о чем проповедовалось-то? Не помню. Это говорит о том, что, ну, что ты был на служении, что ты не был на служении, нет никакой разницы. Поэтому нам необходимо понимать, нам необходимо разбираться, нам необходимо задавать вопросы, уточнять, разбираться, а не так, что просто сказано слово, ну, иди, Дух Святой тебя откроет. Что это за Дух Святой тебя откроет? Если я вышел, ну, уже все, слово сказано, оно было украдено, и что я с ним буду делать, если оно украдено, у меня его больше нет. Поэтому нам необходимо размышлять. Двадцатый стих. Опасение на каменистых местах означает того, кто услышит слово, и тот час радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда наступает скорбь или гонение за слово, то час соблазняется. Смотрите. Здесь говорится, что поселение на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и с радостью принимает это слово. Я обычно привожу здесь подобный пример. Допустим, я привожу конференцию, вот подобную, как у вас, об исцелении, где-то. И, допустим, в конце конференции, там, допустим, человек какой-то говорит, Алексей, я так ждал этого послания, спасибо, что вы приехали, столько откровений, классно вообще, все. Я буду делать, я буду практиковать, все супер. Это в воскресенье обычно конференция заканчивается. Это в понедельник или во вторник человек вдруг обнаруживает, что... Ой, что температура, а то что-то нога болит. Пришло гонение за слово. Что человек делает с этим словом? Если он действительно слушал, укоренялся, практиковался, он разберется просто с этой проблемой и будет дальше употреблять слово. Но здесь же дается четкий пример. С радостью принимает, но не имеет в себе корня и непостояние. Вот она самая пресловутая дисциплина и посвящение, которую мы так сильно не хотим видеть в нашей жизни. И часто говорят, ну, Павел, он двигался в свободе. Да, это именно у Павла вы прочитаете. Прилагая к всему все старание. Это у Павла вы именно прочитаете. Это у Павла вы прочитаете, что ровно с той силой, которой вы отдавались греху, когда вы жили еще вне Христа, а вот теперь с тем же усилием, теперь познавайте Христа, ходите со Христом и так далее. Это вот тот же самый апостол Павел, который учил о благодати об этом говорить. Апостол Петр, который говорил о благодати, потому что также говорит об этих вещах. Ну и так далее. Писание все пронится на всеми этими вещами. То бишь, нам необходимо иметь корень и быть постоянными в этом. Постоянными в чем? Постоянными в слышании слова. Постоянными в изучении слова. Не просто... Знаете, вот очень частый момент, с которым я сталкиваюсь, когда я общаюсь с верующими, когда они приходят с определенными вопросами, у нас в Краснодаре, у нас в Краснодаре, это везде динамовое. И люди говорят, вот у меня такая проблема, ну как так? Я же столько лет верующий, я столько лет читаю Библию, неужели у меня не обновилось мышление, я же столько лет читаю Библию. Но когда я начну спрашивать человека, а что Писание говорит по поводу этого, что Писание по поводу этого говорит, человек не сможет ответить мне на эти вопросы. А он уже десятки раз прочитал Библию от корки до корки. В церкви, может быть, использует гораздо больше, чем я. Он может быть даже служитель в каком-то служении, не знаю, вот там. Не знаю, группа порядка, он прославленец, вот еще кто-то. Но на эти вопросы он ответить не может. Почему? Он не живет на теме. Почему мне так легко отвечать вот все, что касается этой темы, темы исцеления и так далее? Нет такого вопроса, который может поставить меня в тупик в этой теме, потому что я знаю все места писания, все ситуации, которые связаны со исцелением. Потому что я разбирался с этим вопросом не один год, для того, чтобы не иметь вообще никаких сомнений. Потому что если будет такой вопрос, на который я не смогу дать ответ, значит, все во мне посеется сомнение. Если во мне посеется сомнение, я не смогу ходить по-настоящему вере. Потому что Писание говорит, сомневающийся человек, послание этого, да не думает что-либо получить от Бога. Не потому что Бог не даст, а потому что ты просто не сможешь это употребить, потому что ты сомневаешься. Вот почему необходимо задавать вопросы, вот почему необходимо рыть, копать, искать и получать ответы. Укореняться. Вот почему недостаточно просто прийти на семинар по исцелению, услышать послание, так сказать, все, идем дальше. Короче, не обижайтесь, но я вас уверяю, что если в понедельник, даже если вы были в течение всего семинара, вы внимательно слушали, вы записывали, я уверяю вас, что если я в понедельник вас спрошу определенные вопросы, уже к понедельнику много чего выметрится. Хотя мы сегодня заканчиваем, что там, меньше дня пройдем. Это не потому что вы плохие, или у вас мозг плохо работает, мы все одинаковые в этом. Вот почему необходимо постоянство в этих вещах. Послушайте, я поставлю говорить вот это послание техника божественного исцеления, запись 2008 года, это первое вообще в русскоязычном пространстве появилось на это послание. Я его прослушал, я не знаю сколько, около 500 раз, наверное, от начала и до конца. Я его конспектировал, я его стенографировал, я искал ответы, разбирал местописание, как вот с этим, а как вот это, а потом я вам сказал это. Ну и поначалу это было, потому что, когда я услышал его первый раз, оно мне очень себе не понравилось, потому что, ну, оно противоречило всему тому, что я слышал до этого. Потому что до этого я слышал, тебе нужно, чтобы помазание какое-то сошло, тебя накрыло, тебя наполнило, ты должен молиться, ты должен наполняться. И однажды, когда ты там наполнишь, чего-то там наполнишь, тогда ты сможешь что-то дать. И вот эти вот все проповеди из разряда, как вот Деяния, третья глава, то, что я имею, то я тебе даю. А есть ли у тебя что-то? Тимусер говорит, ну да, у меня вроде нету ничего, что дать. И вместо того, чтобы верить, как говорит Писание, мы погрузились в послание неверия. Не сгадая, не забуду, как ты слушал одного проповедника, есть такое местописание. Это Гриблина, 8 глава. Павел там пишет следующее. Пишет это как вывод, не как вопрос, как вывод всего того, что он писал до этого, это конец 8 главы. Он говорит, так, если Бог за нас, то кто может быть против нас? И проповедник дальше говорит, а за тебя ли Бог? Ну, окей, хорошо, да? Как я бы вообще думал, ну да, надо узнать, за меня ли Бог. Да действительно, ты же как бы не дитё Божье, да? То есть как бы, ты же как родители обычно выбираешь, что ты за ребёнка, или ты его сейчас пинать будешь, и говори отсюда, ты вообще, я тебя не знаю. Ну, как вы, странно? Странно ли какая-то ситуация? Многоценный, необходимо погружаться действительно по-настоящему Божьим словом. И многоценный, я сейчас скажу, я вчера уже немножко этих сектарских для высказываний говорил, и я хочу повторить немножечко из той же степи, скажем так. Ты никогда не сможешь до конца обновить своё мышление, слушая послание, которое противоречит Писанию. И если ты думаешь, что ты можешь слушать послание, и, как некоторые говорят, я буду отделять благое от хорошего, ты ошибаешься, потому что твой мозг не спрашивает тебя, что он туда будет сохранять. Он не будет спрашивать. Вот почему нужно очень внимательно следить за тем, кого ты слушаешь. Вот почему нужно вообще выключить напрочь всех служителей, которых ты слушаешь в интернете, и тебе уже так нравится. Я тоже в своё время сидел, как торчок на одном проповеднике. Не буду говорить на каком, не имеет значения. Я слушал все его проповеди несколько лет, вот только его по много раз слушал. До сих пор могу цитировать, Боже, когда же это будет из моей головы. Да, уже столько лет не слушаю, уже больше 10 лет не слушаю, до сих пор это в моей голове засело некоторые вещи. Я не говорю, что всё было плохо, но очень много чего было плохого в этой вещи. И я уже начал слушать это послание, и даже начал пробовать что-то практиковаться. Но что-то как-то вот туго что-то идёт, вот что-то туго, что-то не то как будто бы, как будто бы вроде послание что-то новое дало, хотя это не новое, это просто Библия, но всё как будто бы на том же самом уровне, и ничего вроде никуда не двигается. Пого-бог просто мне не показал. Выключи вот это, вот это выключи, убери это из своей жизни. А я уже как торчок, я не могу. Потому что я уже такой, всё, не буду слушать, всё, принимай решение, не буду слушать. В воскресенье приходит уведомление, что всё, вышла новая группа. И ты такой, может последний раз, а? Последний раз послушаем, ну ничего страшного не будет, да? Да вот, ну это реально торчки себе не будут. Ну, то есть, я только, у меня это было с проповедением. Ну, и когда я наконец-то принял решение, что я перестаю это слушать, я, извиняюсь, пропёрло слово Божье так, что я просто рот не мог закрыть от того, чтобы свидетельствовать. Я периодически приходил домой, вечером, когда я уединялся с Богом, я просто вот так вот садился, смотрел на свои руки и думаю, ну руки же те же самые. Ну ничего ж не поменялось вообще. Ну вот я, понимаете, когда я говорю то, что во мне нет никакого особенного помазания, я не говорю это в формате того, чтобы вашу тешить или подбодрить. Я знаю себя лучше, чем кто бы то ни было. Ну, кроме Бога разве что. Я знаю, у меня нету никакого особенного помазания. Нет у меня никакого особенного дара. И когда это всё начало происходить, ты смотришь на себя и думаешь, ну как бы всё же то же самое. А что поменялось-то? А поменялось, что я убрал всю чушь из своей головы, перестал её слушать, перестал засорять свой разум всяким посланием неверия, отвлечения, какими-то непонятными вещами, которые сбивают мой фокус с авторитета Божьего Слова. Как только вы слышите у любого проповедника, и не надо ко мне, пожалуйста, подходить после этой сессии и говорить, о, Алексей, а можете сказать мне список проповедников, которые надо слушать, для которых не надо слушать. Я не буду этого делать. У вас есть Библия, у вас есть Дух Святой, пожалуйста, практикуйтесь. Точно так же, как это дело нет. Не собираюсь как бы погонить на новый уровень сектанства вот этого Духа. Вот этих слушайте, этих не слушайте. Это дело такое. Это если бы вы были, не знаю, моей командой, я бы вам тогда сказал, что типа, ребята, знаете, вот это я бы вам не советовал бы слушать. И то, даже у нас в церкви нету такого, что, ой, я тебе запрещаю слушать вот это и вот это. Но когда человек говорит, ну, что я слушаю там определенных проповедников, я уже до четырех, три глаза смотрясь за этим человеком, потому что я знаю последствия прослушанного им учения. Поэтому, да, к сожалению, такое имеет место быть. Поэтому, его драгоценным нам необходимо быть укорененными. Когда ты укорененный, то тогда тебя нельзя сдвинуть. Вы понимаете, что нас приучили много лет, разные учения, разные проповедники, нас учили в той или иной мере, что ты не можешь жить жизнью недосягаемости для дьявола. Ты в любом случае будешь для него засекаемым, он будет тебя периодически пинать. И вся твоя жизнь, она делится просто, ну, знаете, на американские горки. То вверх, то вниз. И вот там вот вверх, вниз, вверх, вниз. И надо просто пройти вот эти вот, надо пройти эту пустыню, эта пустыня, я прохожу сейчас пустыню и так далее. Вот эти все приколы за пустынью. Я каждый раз, когда слушаю, человек походил, я в пустыне, что ты забыл-то? Я с Богом прохожу эту пустыню вообще. Где я тебе в Библии сказано пустыню проходить? Даже Псалом 22, я люблю Псалом 22, классное местописание. Там написано, и если я пойду долиной смертной тени, давайте я переведу на более современные, понятные, чтобы было понятно, перечитайте потом. Там написано, что если мой компас сбился настолько сильно, я настолько оглох, ослеп и так далее, что заблудился так, что оказался в долиной смертной тени, то даже там Бог меня не оставит. Вот что там написано. А не в плане того, что мы должны пройти, это к вопросу о том, что мы вчера говорили, что вот это прохождение пустыни, прохождение этих тяжелых времен, оно делает меня лучше, оно делает меня сильнее. Да оно не делает. Ну, нигде в Библии не сказано, что тебе сделает это лучше. Дух Святой делает тебя лучше. Познание истины делает тебя лучше. А то же, осуществление со Христом делает тебя лучше, потому что через познание Его вот откуда приходят все изменения. Вот откуда приходят изменения характера. Вот откуда приходят изменения жизни и каждой сферы. А не с того, что ты прошел вот тут трудности, ты теперь все понял и так далее. Вон их там, вот этих понятых, их там целую кучу на улице ходит, которые и то поняли, и это проходили, и то проходили. И что? Они живут счастливо, они живут в жизни с избытком, так, как написано в Писании, или нет. Может быть, вопрос на притащение мирских принципов в Писании, притащенного в Писании, в нашу христианскую жизнь и ожидая получить библиотических результатов. Зачем я это делаю? Непонятно. Не имеет в себе корни и не постоянно. Когда наступает спор переконения за слово, то сейчас соблазняется, то есть оставляет услышанное. То, что люди часто «Ой, я был на себе, на его исцелению, что-то я заболел, ой, наверное, это не работает». Укореняйся. Будь постоянен в этом. Не от раза к разу. Это, ну вот, в четверг с теми, кто был, мы общались, я говорил, что пройдет конференция. Здорово. Конференция, как всегда, знаете, веселое время, мы собираемся, много новых людей, новое место, аллилуйя, и все весело, классно, здорово. После воскресенья, после конференции наступают трудовые будни. Не в смысле у тебя на работе, а в смысле в твоей христианской жизни. Потому что теперь тебе надо взять это, все вот это услышанное послание, и укорениться в нем. Еще слушать, еще слушать, еще изучать, еще задавать вопросы, и практиковать, и практиковать, и практиковать, и практиковать. До тех пор, пока это не станет стилем твоей жизни. Пока ты не разберешься, «А, вот оно оказывается как». Потому что, ну, три дня на конференции, это реально очень мало. Это очень мало. Катастрофически мало. Мне приходится говорить очень-очень быстро, для того, чтобы мы успевали разобрать многие вопросы, многие темы, и так далее. Но, тем не менее, количество дней играет труд. 22 стих. «Опосеянный в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего, и обращение богат, кто загрушает слово, и оно бывает бесконтное». Еще одно сектантское направление, как сейчас принято говорить, да, у христиан, религиозники, сектанты, фанатики, типа, «Ну, у меня работа, мне негде читать библию». «Ну, негде мне слушать выходить на этот семинар». «Ну, я и так потратил свое время тут и так далее». «Сейчас на работу надо». «Ой, у меня там по дому мне надо сделать то, пятое, десятое» и так далее. Слушайте, у меня есть хорошая моя знакомая, сестра во христе, она когда-то она была причастником начала нашей команды жизни в Новокузнецке, в Геленджике. Хорошая сестра, у нее пятеро детей. Пятеро детей. Ну, двое там недавно появились, но когда вот это все начиналось в Новокузнецке, в Геленджике, то есть у нее несколько детей, на тот момент она их одна воспитывала. Несколько детей, она одна, она служит в церкви, она служит в команде жизни, она работает, евангелизирует, молится за исцеление и каким-то образом умудряется изучать Писание, изучать послание, получать откровения и так далее. Каждый раз, когда я смотрел на нее, я всегда говорил людям, я говорю, если это у нее получалось, не надо мне говорить, что у вас на это нет времени, пожалуйста, потому что это смешно, потому что, когда тебе что-то требуется, вдруг время появляется, когда тебе это надо. Извините за, может быть, грубый пример, но когда тебе надо в туалет, почему-то твой график начинает подстраиваться вот под эту ситуацию, где бы ты ни был, когда бы это не произошло, что-то резко, все планы начинают маршрут по-разному устраивать в определенную тайную полу. Ну, понимаете, да? Все все понимают? Потому что тебе это надо, тебе это стало нужно. Так вот, я и говорю, драгоценные, я верю, что вам станет нужно то, что говорит Писание, что вам станет нужно в принципе Иисуса Христа для того, чтобы жить ими, не просто услышав один раз, а для того, чтобы жить этими принципами и видеть, как они проявляются в вашей жизни. Но без того, чтобы употреблять это, ничего не получится. Это не сваливается, как с них надо будет. 23. Посеянные же на доброй земле означают слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Давайте я попробую теперь объяснить концепцию притчи. Фактически, все, что Иисус здесь говорит, Он говорит, что если ты не понимаешь, то есть, ну, давайте по порядку, принципы получения плода от слова Божьего, тебе нужно слышать слово о царстве, не всякое слово, а слово о царстве, Божье слово. Тебе нужно понимать услышанное слово, тебе нужно укореняться, тебе нужно быть постоянным, и тебе нужно, чтобы заботы века сегодня отбегали тебя от этих вещей. И только при условии сохранения всех этих пяти пунктов ты будешь иметь плод один в тридцать, один в шестьдесят, один в сто крат. Если хотя бы одного этого пункта нет, то никакого плода вообще не будет. Вот ответ, почему крестьяне десятилетиями сидят в церкви, а плодов немало. Их нету. Мы читаем Библию, выходим в церковь, в крестик, стараемся жить хорошей моральной жизнью, а плодов как бы, ну, они иногда, значит, что-то проявилось, и все. Но Писание не говорит о том, что это должно быть вот так вот иногда. Сегодня очень много учат о сезонности, ну, мы сезон такой проходим. Послушайте, когда ты принимаешься, хорошо, давайте по-другому я. Я просто скажу момент, который просто указан в Писании, мы не будем его открывать, но все его знаете. Помните историю Иисуса и смоковнице. Иисус подходит к смоковнице, и не находит на ней смоку. Почему он на ней не находит смоку? Время не. Было не время для того, чтобы смок... Там четко сказано, в каждом Евангелии сказано, не время было, чтобы они появлялись. Иисус на это реагирует, а, ну да, я забыл просто, сейчас не сезон, пошли дальше, ищем что-то другое. Нет, Он говорит, а, раз у тебя нет сейчас, ну, конечно, вообще не будет. Потому что для Дитя Божьего всегда должно быть сейчас, а не когда-то, когда время придет. Аминь, аминь. Это то же самое, как с концепцией субботы, что не человек для субботы, а суббота для человека. Аминь, аминь. Это не я для этого дерева, который плод приносит, а это дерево Богом, посаженное на этой земле, для меня. Аминь. Что, ну, сложно сразу согласиться с этими вещами. Гораздо проще, знаете, взять какую-то планочку поменьше, потихонечку, по чуть-чуть. Ну, если вы планочку туда поставите, ну, вот вы будете постоянно вот в таком вот состоянии находиться. Возьмите принципы царства, возьмите стандарт царства. Я часто люблю рассказывать эту историю, это мой такой христианский фейл, начало моей христианской жизни. Мы с родителями, это где-то год, наверное, покаявшись, где-то лет 15-го, мы приехали, это, получается, какая область? Ярославская, Ивановская область, где-то там мы были, в Вакути жили, мы туда все время ездили отдыхать, на юг, мы себе не могли позволить, поедать на загромное семье, я второй из четырех детей, дороговато с Вакути ездить, как бы, да, полмира надо пересечь. Да, проще на океан, это на северной недели пойти покупаться, там ближе, 150 км, примерно, нам всего до него. Вот, и мы туда ездили, и мы очень часто там покупали все для школы, потому что в Вакутии очень дорого, и мы все покупали там. И у меня даже где-то фотография есть, мы такие, как табор такой большой, мы стоим, и это 16 сумок, вот такая гора сумок. В общем, прикольное было, путешествие такое. И мы должны были оттуда добраться до вокзала, соответственно. Вот, и перед этим мы с отцом как бы разговариваем, говорим, слушай, надо, чтобы на первый путь был поезд, потому что, ну, с таким количеством сумок, вот это вот пели там через низ, вот это через пути, ну, тяжело будет вообще, ну, а у нас 3 человека, фактически, которые, ну, 16 сумок, 3 человека, понимаете, да, то есть математика не складывается, надо, чтобы как-то комфортнее было все. Все, мы помолились, что, Господь, спасибо, будет поезд на первый путь. Мы приезжаем где-то на вокзал, Ярославль, сидим, а там такое здоровенное табло, и поезд опаздывает уже на 5 минут, на 10 минут опаздывает, на 15 минут опаздывает, и в какой-то момент мы уже сидим, напрягаться начинаем, типа, где поезд вообще? и объявляет, что там поезд Москва-Воркута будет приниматься на 8-й путь. Ну, делать нечего, кажется, мы взяли сумки и побежали, перетаскивать все это на 8-й путь. Перетаскали, вот это, стоим все в мыле, а поезда нету. Мы еще смотрим, что путь какой-то, это, больше похож не на пассажирский, а на, это, знаете, грузовые поезда, у меня даже перона так такового нету. Странно. Я побежал на вокзал, смотрю, поезд Москва-Воркута, восьмой путь все на табло висит. Я подхожу вот этой будочке информации, я говорю, женщина вот так и так, поезд она говорит, а, сейчас уберут информацию, не на 8-й путь будет. Думаю, ладно. Я все вот эти события сейчас рассказываю, я их помню, вот досконально, вот, что столько лет прошло, я их помню досконально даже сейчас. Я стою там, посреди вот этого Ярославского вокзала, смотрю на табло, и там вдруг меняете информацию и объявляет, что поезд Москва-Воркута будет приниматься на первый путь. Ну, сказать, что мне стало стыдно, это ничего не сказать, потому что, ну, Бог же вообще-то, ну, я же помолился, что будет на первый путь. До какого я побежал на 8-й? Что я побежал, не, ну, как бы, ну, сказали же на 8-й, ну, может так. Знаете, и вот мы, христиане, знаете, в таких ситуациях, что начинаем делать? Мы начинаем паться, наверное, так просто надо, наверное, это просто божья воля, чтобы так было, ну, мы, может, что-то не понимаем, наверное, нам было бы комфортнее все-таки на 8-й, что мы вмыли, может быть, это что-то надо, же нашу спортивную форму подтянуть и так далее. Христианское размышления. Я не говорю про мои размышления, я просто говорю, что, попадая в аналогичные ситуации в нашей жизни, когда что-то начинает идти не так, мы сразу же переключаемся, типа, а, да, ну, не вот так вот, значит, так должно быть просто, ничего страшного. Мы прибежали, просто, а там еще стоянку с полчаса до пяти минут сократили, мы пока перетаскали эти сумки, мы просто полумега, наоборот, закидываем сумку, она говорит, да вы хоть билеты дайте, а потом вели, а потом вели, вот это вот, порвали половину сумок, у всех руки, вот это в кровоподтеках, из этих сумок, но они тяжелые были. Все, мы сели в поезд, мы ехали в купе, нас шесть человек, от двух купе полностью занятые, два места еще в соседнем купе. Пока там все, не знаю, разгружались, разбирались в соседнем, ну, в одном купе, я сел на втором купе, сил не было вообще, я был уставший, и, как Павел пишет в Писании, не знаю я в теле или не в теле, и Бог начинает показывать невидение. Это похоже на такой огромный стадион, такой высоченный, там, три яруса, в высоту, огромные болельщики, и проходят олимпийские игры. И все, вы знаете, вот эти разрисованы, в каких-то шапочках, сдудел, и должно проходить соревнование, есть такая дисциплина, прыжки шестом, если кто-то знает, это такие легкоатлеты, которые, ну, такой здоровенный шест, разбегаются, втыкают его в определенную сторону, и должны перепрыгнуть, с этим шестом, очень высокую планку. Обычно эта планка, она где-то на уровне, там, пяти, шести метров, очень высоко, и они должны ее, соответственно, перепрыгнуть. И я четко понимаю, что это вот эта дисциплина. При этом, когда я начинаю, Бог показывает мне вот эту конструкцию, которую он должен перепрыгнуть, я не вижу там высоко этой планки. Планка лежит прямо на земле, вот прямо на полу лежит. Причем, ну, если вы когда-то видели подобную дисциплину в олимпийских играх, там, ну, то есть, огромное количество этих матов лежит, и так далее, ну, шести метров, чтобы падать, ну, как бы, ну, газом же явно, что больно будет. Вот. А там, как бы, ничего, просто, знаете, как во дворах, знаете, стоит вот эта перекладина, то есть, стоит высокая перекладина туда вверх, а плавочка, она вот внизу лежит. И спортсмен даже без шеста. И он такой, знаете, в обмундировании своем, специальном, вот это вот, там, какие-то всякие символы, знаки, написанные. И он такой, знаете, подрится, такой, сейчас, сейчас, сейчас сделаем, сейчас все сделаем. И все. Знаете, стадион резко замолкает, потому что все он сейчас начинает делать. Все, данс-фарт соревнований. И он так подходит, знаете, подходит к этой планочке, ну, просто, палочка такая, грубо говоря, на земле лежит. Такой подходит. Да! И весь стадион, ооо, класс вообще! Я смотрю на весь этот сюрреализм. Я такой, господь, а что за фигня такая? Это что вообще такое? А он говорит, а сын, а так выглядит моя церковь. Знаете, вот как бы, ну, как бы присторгла не было, но прошло уже лет 10, там побольше, чем с этой истории, глобально ничего не поменялось. Мы все еще, вот, ну, у нас планочка где-то там, ну, нам чуть-чуть, чуть-чуть, там чуть-чуть надо было. У нас даже вот недавно годовая конференция проходила, мы каждый год проводим, проводим в Краснодаре конференцию «Практика веры», очень много практикуемся, у нас там было истолкование языков, пророчество, исцерение и так далее, очень много посланий было, и я был один из спикеров, и в какой-то момент, я не помню, что я вообще туда пришел, к этой теме, было очень забавно последствия, надо посмотреть. Я говорю, представь, что тебе, я какой-то просто пример пытался привести, что тебе просто, вот сейчас ты выходишь из зала, подъезжает человек на новеньком Porsche Cayenne, дает тебе ключи и говорит, вот, я тебе дарю, ты будешь рад? Тишина в зале. Кто-то даже сказал нет. Я такой, мне пришлось давать пояснение, машина оплачена, на локте платить не надо, синяя резина в комплекте, ну, я не знаю, вот эти все моменты, и там уже где-то, да, прослышалось. Мой друг, пастор Дмитрий Алексеев, он потом в конце дня, ну, в конце третьего дня вышел, он говорит, меня три дня не отпускает эта ситуация с Porsche Cayenne, говорит, тебе же его подарили, то есть ты как бы можешь верить, да, чтобы тебе могут его подарить, но то, что Бог обеспечит его обеспечение этой машиной, ой, нет, это уже слишком много для Бога, куда уж там. И мы сегодня верим, что, ой, у меня работает, я получаю 20 тысяч зарплаты, ну, слава Богу, слава Богу, но ты не думаешь, что Бог будет так, может дать тебе больше? Ой, ну, через меня один человек спасся, ну, ничего, я же привел этого человека, слава Богу. А ничего, что у нас только в России 150 миллионов населения, что мы с этим делать будем? И делать или их как? как бы, ну, мало, ну, мало, сложно передать, насколько их мало, вообще, этих делателей, те, которых проповедуют, евангели, те, которые молятся за больных, их прям, ну, вот, по бацин пересчитать, можно, как их мало, и в большинстве союм люди даже не понимают, а зачем это вообще надо, мы же ходим в церковь, и все, и все, и все, и все, я занят, у меня свои дела вообще есть. Ну, как бы, окей, хорошо, я не посуждение, просто констатирую вам, я не против воскресников, слава богу, я просто говорю, что, ну, что ко мне прицепилась эта фраза, последние несколько недель, честно, есть воскресники, а есть ученики, ну, так получается. Это не, они не плохие, это наши братья-сёвки, слава богу, за них, но, они ничего не приносят на царство божье, я, я отношусь к ним, как, вот, мой Тимофей, я же не ожидаю, что я приду домой, а вот там ужин приготовить, уборку сделать, так, так, тут больше в него надо вкладывать, памперсы купи, салфетки купи, одежду купи, а я еще, этот, детский шипогольник, я если торговать заодно захожу, я вижу детский магазин, я же не могу просто пройти, я обязательно что-то куплю ему, надо купить какую-то, дожку, и что-то такое, да, обычно мамочка так поступает, вот, я, подвис на этой теме, а, не могу я пройти мимо, надо обязательно что-то им купить, прикольненькое, чтобы у него было, а он еще растет там, вообще, просто, я думал, что это шутка, знаете, иногда бывает, когда, типа, ты положил ребенка в одежде спать, проснулся, а она на него порвалась, потому что, даже в прямом смысле, ну, то есть, мы уезжали из Краснодара, у него комбинезон был, то есть, ну, очень сильно большой, вот, вчера, я его одеваю в комбинезон, я такой, я не понял, он что, теперь уже маленький стал, что ли, типа, три дня прошло, когда ты успел вырасти, на морском воздухе, что ли, разбор. Да, поэтому, драгоценные, да, интересно, поэтому, драгоценные, нам необходимо, нам необходимо сделать все возможное, для того, чтобы зажигать этот огонь внутри себя, никто не зажгет его в тебе, тебе можно чуть-чуть, и вот знаете, так вот, чуть-чуть, когда это происходит во время конференции, или еще что-то, при таком, знаете, эмоциональном подъеме, на каких-то откровениях, или ты что-то получил, какое-то исцеление, или еще что-то, слово для тебя, конкретное было, и вот на этом эмоциональном подъеме, может быть, что-то начнешь делать, но если ты не принесешь в свою жизнь посвящение, дисциплину, поверь мне, эмоции закончатся, в лучшем случае, через неделю, и ты забудешь об этой конференции, как об очередной конференции, которая в очередной раз просто проходила, ну да, было хорошее время, я поделал фоточки, я попил кофе, какую-то книгу купил, и все на этом, но христианская жизнь не свадилась, так и с вами, вы понимаете, что гораздо проще, гораздо лучше, когда вдруг так получилось, что вокруг какая-то ситуация произошла, какая-то болезнь или еще что-то, гораздо лучше в этот момент быть человеком веры, а не пытаться быть человеком веры, а для того, чтобы быть человеком веры, нужно жить как человек веры, многие хотят быть как Джон Лейк, как Кэтрин Кульман, как Смит Вигглсворт, как Джон Александр Дауи, Эй Алан, Тиэл Олсборн, Лестер Саммерон, Каннет Хэггин и так далее, почитайте их биографии, и вам расхочется жить, как живи они. Дети Лейка, дети Джона Лейка, рассказывали, что когда отец был дома, и когда у них были совместные обеды и ужины, они никогда не ели еду горячей, никогда, не всегда ели ее прям холоднюю, не то, что тепленькой, холоднючей, потому что прежде, чем мы с вами поедем, мы с вами вначале почитаем Библию, изучаем, потом мы помолимся на языках, поискалкуем, и только потом мы будем с вами кушать. Это что так договорить о человеке? Он не делал это как религиозное правило, он понимал, как это работает для его жизни. И он видел, какие перемены это производит. И уже слушайте, у него на начало 20 века у него была одна из самых больших церквей в мире, несколько тысяч человек, это немыслимые цифры были вообще на тот момент времени. Это люди, которые пришли к Алистуру через его служение, через его практику, через его результаты. Удивительный момент. И никаких социальных проектов, никаких репцентов. Я не против этих всех вещей, они, наверное, нужны. Но даже без всех этих вещей люди получали свободу, получали изменения жизни, становились учениками Иисуса Христа и были верующими. Удивительный момент, когда церкви. Потому что, возможно, в планку мы куда-то не туда спустили. Не туда спустили в отношении нашего здоровья. Мне очень нравится, знаете, в этот момент, ну, у меня возраст, поэтому, наверное, это должно происходить. А, ну да, я забыл, в первом ветра 2-2-4, там же сказано, что ранами его вы исселились, но помните, что это местописание действительно только до 40 лет. После 40 лет оно начинает слабеть. Там же именно там, на физике, да? Ну, нет же, правильно? Не, ну, подожди, ну, подожди, ну, тело, ну, оно же как бы вот там вдлеет, все дела, и вот, ну, мы же должны как-то умирать, и так далее. Ну, да, то есть, без болезни, мы же не представляем себе, как это уйти. Послушайте, вот этот служитель, у нас, я привез ему книжку, два вида правильности, потрясающее послание, Кэнгер, он тоже живет в начале 20 века, у него в церкви, это свидетельство я прочитал в английской википедии, в его церкви люди не умирали моложе 80 лет, ни один человек, пока он был пастором этой церкви, не умирал моложе 80 лет. Знаете, как он ушел к Богу? Он просто сидел дома, читал Библию, его дочь-то заглянула к нему, он читал Библию, он просто положил Библию, поддал руки, чтобы помолиться, прославить Бога, опустил руки и все, и ушел к Богу. Без всяких приступов, без всяких вот этих вот скорых, реанимации, спасальнику и так далее, без всего этого. Исполнив свое течение, пошел на небеса. Драгоценное, это никакая особая привилегия, это момент понимания того, кто ты есть по кресте Иисусе. Не должно быть никаких болезней в твоем теле. Никогда, никаким образом. И пока ты считаешь, что как бы это, ну, наверное, имеет место быть, потому что вот так-то, и так-то, и так-то, и ты себе даже как-то обосновываешь это, они будут находиться в твоей жизни. А когда ты примешь решение, что эти нелегалы здесь быть не должны, и пора взять биту и выгнать их отсюда, потому что вообще-то это Божья территория, вообще-то вот это тело, это храм Духа Святого, там не должно быть ничего, это должно быть чистое, вычищенное место, которое прославляет Бога, а не так, что... Аминьям, Аминьям, Аминьям. Аминьям, 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 Аминьям. Ах, страшно. Где я это услышал? У Дэвида Хогана, да? Мы же называем себя, да, армией Иисуса Христа, вот армия, мы ее побеждаем. Да, и армия вся вот такая вот. Вот такая армия вся. Чего мы ничего добиться не можем? Да, понятное дело. Когда мы возьмем стандарт Божий, люди начнут меняться вокруг нас. Когда мы возьмем стандарт Божий, люди начнутся задаваться вопросом, кто вы такие, почему вы живете вот такой жизнью? Почему, когда все плохо, ты улыбаешься? Чего с тобой не так? Ты меня пугаешь своей судьбой. Почему, когда у всех плохое финансовое состояние, у тебя почему-то избыток какой-то происходит? Он мне нравится, мой друг, подруга Юрия Кемерова, в помощном служении. 20-й год, кризис, всех кризис, финансовый кризис, упадок экономиков вниз, все вниз. По стандартам, я пошел и купил себе новый Киа Спортажик, новенький, прям с салона взял себе. Божье обеспечение, оно так работает. Он не на церковные деньги это купил, сразу прижимый такой, он бизнесмен, он купил это на свои деньги, не выйдет зарплаты от церкви, зачем она ему нужна, он бизнесмен. Это не значит, что у него огромные деньги, но вопрос о том, что пошел и купил себе, машина стоила где-то в районе около 2 миллионов рублей. Пошел, купил, купил, пойдем купим. Ну, просто и надо расширяться было, потому что третий ребенок в семье появился, надо что-то побольше, чтобы было, чтобы было не было. Божье обеспечение не зависит от времени экономики, потому что экономика царства Божьего, она не меняется в зависимости от человеческой. Если ты подвязан под человеческую экономику, ну, тогда, извини, ты будешь жить по правилам этой экономики. Если ты подвязан под Божью экономику, ну, тогда ты будешь жить по этим правилам. Если ты подвязан под Божью политику, то не будет происходить. Если под человеческую, Мне тебя вообще жарят изначально, в принципе, в этой ситуации. То же самое касательно здоровья. Сезон гриппа, сезон то, сезон этого. Хватив маски на маске. В 2020 году я просто смотрел на все эти безумия. Для человека, который практикует исторение, мне было очень интересно наблюдать на всем этим безумиям, когда надень маску, надень еще одну, надень вот этот скафандр, обмашься санитайзером и так далее. Всю жизнь это антисептиком называлось, вдруг санитайзером. У нас даже лексикон стал больше. Самое забавное, вот для меня вот самое просто забавное, что такое ощущение, что людей парализовал страх вот этой болезни настолько сильно, что мозг отключился напрочь. Как будто бы в школе никто никогда не учился и не знает, что антисептики не убивают вирусы, а только бактерии. Потому что если бы антисептики не убивали вирусы, тогда бы лучшее средство от ковида была бы бутылка водки. Залился, почистился, нормально. А это не так. Но мы все мазались, обмазывались на всякий случай. О, ковид же, надо намазаться. Вот так. Горно пропало. Ну, я просто наблюдал. Я когда в аэропортах был и так далее, даже видел этих людей, скафандром. Просто реально как... Знаете, как это, красная зона или как это называется, когда там не специально. То есть, прям перчатки. Это не врач был. Это просто один из пассажиров самолета был. Домодедова. Перчатки. Вот этот халат. Маска на лицо. Сюда. Маска. Вот это бахилы. И вот это идет. Залопадывая. Вот это вот. Я уверен, этот человек раза три был в коридоре. Словно. Потому что вот ровно то, чего ты боишься, то с тобой и случается. А Писание говорит, что вы не приняли духа рабства, чтобы снова жить в страхе. Но приняли духа усыновления, которое называем «Ава Отче». Понимаете разницу этих вещей? То есть, мы имеем Отца Небесного не для того, чтобы снова жить в страхе, как живет этот мир. Они живут в страхе, потому что у них нет надежды. Потому что у них нет никакого ответа. Они пытаются просто выжить. А у нас, вообще-то, есть ответ. Вообще-то, у нас есть заступник за нас. Вообще-то, у нас есть Отец, который за нас, а не против нас. Вообще-то. Вы в курсе, что Бог, вообще-то, за вас? Аминь. А если ты сделаешь такое? Все равно. Уже не так, почему-то, да? Интересно, да. Ну, это послание нового человека, это мы как-нибудь в следующий раз мы до этого дойдем. Живете в святости, стараемся. Да, 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 да. Давайте откроем. Первое послание Иоанна, четвертое, вторая глава, первая послание Иоанна, вторая глава, шестой стих. Первое послание Иоанна, вторая глава, шестой стих. Первое послание Иоанна, вторая глава, шестой стих. кто говорит что пребывает в нем должен поступать так как он поступал если я заявляю что я верующий в иисуса христа это подразумевает что он живет во мне значит я должен поступать согласно тому как поступал иисус христос во всем теми же основаниями теми же принципами теми же стандартами я должен поступать ровно таким образом не уходить ни вправо не влево поймите меня это не будет легко понимаете евангелие она простое исполнение евангелия не всегда простое на начальном этапе когда тоже живешь этими вещами тогда когда я только вошел в полновременное служение для меня верить в божье обеспечение было нереально тяжело это казалось на уровне типа я всегда говорил что мне верить раньше об этом говорил что мне проще мертвым воскресить чем поверить в божье финансово не потому что я не верил а потому что я не видел проявленных этих вещей уже все сосредоточены на том что видят наши глаза а мы должны быть сосредоточены на том что говорит божье слово а не на то что видит наши глаза слышит наши уши или то что переживают наши ощущения и до тех пор пока Если твои ощущения, визуальные образы или звуковые образы, они для тебя играют гораздо большую роль, чем слово «божье», тебе еще есть куда возрастать. Мне было очень тяжело в отношении финансовых вещей, потому что зарплаты нет, никакого обеспечения или поддержки финансовой никакой нет. И я понимал, что мне надо платить за квартиру, мне надо обеспечивать мою жену, потому что писание говорит, кто о семье своей не печется, тот хуже неверного, я должен печь о своей семье, несмотря на то, что я в полновременном служении. И это было очень сложно, и иногда я спать не мог всю ночь, потому что, ну, а что делать, а завтра квартиру оплачивать и так далее, и так далее. Сегодня я живу совершенно в другом формате, и в божьем обеспечении и так далее, не потому что зарплата появилась, а потому что я начал верить в божье обеспечение, я начал практиковать, и я успокоился, я успокоился в отношении финансового обеспечения. Варюсь ли я касательно наличия и отсутствия у меня квартиры? Да, вообще все равно, вот вообще все равно. Наличие или отсутствие машины? Вообще все равно. Там еще каких-то вещей? Вообще все равно, я знаю, что Бог позаботится обо всех остальных вещах. И когда мое основание лежит в нем, и Бог позаботится обо мне, ну, все будет классно. Моя задача верить в Его Слову, исполнять Его Слово, все остальное придет в соответствии. Или, как сказал один служитель, я заботюсь о Его Царстве, и Он позаботится обо мне. Хорошо, драгоценные, мы сейчас с вами пойдем на первый рыв, 20 минут для рыва. Спасибо. 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 Спасибо.